14 августа состоится первая презентация школы номер 5 в Елабуге. На презентации обновленной школы будут президент Датарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Особенность учебного заведения в том, что она находится под патронажем Казанского федерального университета. Пятая школа в городе Елабуге имеет долгую историю. Она существует уже с 1975 года и вот в этом 2020 году обрела свое новое состояние. Она переходит в формат Казанского федерального университета. Становится по сути первой школой в Российской Федерации, которая объединяет в себя все классы обучения. Как нам рассказали, школа будет работать в формате районной школы. Пойти учиться сможет любой школьник с первого класса. Обучение в ней будет проходить по стандартной школьной программе среднего образования без четкой специализированной направленности. Мы видим обычную школу, куда дети приходят по районному признаку. То есть все, кто живет вокруг школы, имеют право поступить сюда, просто подав заявление. И поступают сюда с первого по одиннадцатый класс. Мы не отбираем детей для того, чтобы работать с ними. Мы искренне верим в школе, что у каждого ребенка есть свой талант. А наша задача проявить этот талант и дать возможность ребенку его реализовать. Еще одной особенностью пятой школы станет ее преподавательский состав. Помимо учителей, объяснять новые темы на уроках будут преподаватели Елабужского филиала КФУ. Профессура института предполагается к преподаванию в нашей школе. Так, например, технологию будут преподавать представители технологического факультета института. А биологию курирует институт фундаментальной медицины и биологии. То же самое с физикой, химией, математикой, русским языком, татарским языком и прочими предметами. Также важным отличием от других школ станет система ассистентов-учителей. Их роль возьмут на себя студенты старших курсов Елабужского института КФУ. Здесь студенты смогут отточить свои навыки в преподавании. Студенты Елабужского института будут работать здесь же, в стенах школы, в рамках проекта «Ассистент-учителя». Не стоит путать ассистента-учителя с лаборантом или помощником. Его задача гораздо шире. Это такой же полноценный участник образовательного процесса, как и сам учитель. Он будет объяснять трудные темы отстающим, помогать в организации работы по группам и планировать проектную деятельность. Пока что школа еще закрыта для посещения. Свои двери для всех учеников она откроет традиционно 1 сентября. Однако 14 августа на презентации гости смогут оценить обновленный вид и формат школы. Лев Диденко, Универ Ньюс.